Играют ли разработчики игр в компьютерные игры? Сегодня будет тема такая. Играют ли разработчики игр в компьютерные игры? Смотрите, давайте забегу наперед. Я заметил такую тенденцию. Те разработчики игр, которые вообще не играют в игры, вот они говорят, у меня нет времени на это. Как правило, в плане скиллов чуть-чуть похуже, чем те, кто в эти игры играет. И я это прям замечал не на одном человеке. Это на протяжении всей моей карьеры я это видел. И сейчас я постараюсь рассказать, почему это происходит и почему вы, если интересуетесь трехмерной графикой, то вам нужно хотя бы попробовать полюбить игры, если вы их не любите. Смотрите, ну я на самом деле скажу про себя в двух словах. Я играю в компьютерные игры еще с 90-х годов, еще с приставок и дальше в конце 90-х на компьютерах. И что мне вот дало в жизни это? Вот нам говорят там, допустим, родители, ну ты сидишь постоянно за своим компьютером. Вот мне то же самое это говорили. Ну смотрите, мои основные любимые жанры игр это шутеры, это RPG, то есть ролевые игры. Типа Моровинда, например, там или Скайрима, или Kingdom Come Deliverance. Вот, ну и шутеров это Counter-Strike, PUBG и еще довольно многие. Вот, следующие у меня это стратегии, RTS стратегии, это в данный момент Company of Heroes. Ну и когда-то играл StarCraft, General, Warcraft и вот все эти классические игры, то есть тоже я их люблю. Ну и дальше уже по списку у меня идет это там гонки и разные симуляторы. Вот, так что же мне дало это? Ну вот смотрите, я довольно много играл в шутеры, ну как минимум это дает реакцию, то есть вам нужно реагировать на происходящее на экране, особенно если это онлайн игра, где у вас там соревновательный эффект есть и так далее. Вот, ну так же, когда вы играете в шутеры, например, если вы эти шутеры разрабатываете, ну как минимум вы знаете, как устроена работа оружия, как происходит эта отдача. У меня, кстати, на канале есть там в разделе стримы есть видео, как делать анимацию оружия. Вот, ну или, например, если вы 3D-артист, а даже если вы технический специалист, вы должны примерно знать, как это все работает. Как там смена оружия, как там прицеливание во врага. А если вы работаете с окружением, то это environment designer, как нужно правильно спроектировать локацию, чтобы две команды противоборствующие, типа вот, например, как в Counter-Strike, это террористы против полиции. Вот, как нужно сделать так, чтобы они, например, на середине карты встречались и чтобы не было имбаланса, к примеру, одна сторона будет сильнее другой. Это все, все это дело нужно продумать, просчитывать. И вот представьте себе, вы, например, попадаете в компанию, где разрабатывают шутер, а вы никогда в них не играли, вы вообще не понимаете таких простых вещей, что это такое и где. Ну и дальше, например, если говорить о ролевых играх, такие как Skyrim, и я уже упомянул, упомянул. Ну вот представьте, вы знаете, что когда вы играете в такие игры, как RPG, там есть квесты, большое количество квестов. И бывает так случается, особенно если это open world RPG с открытым миром. Некоторые квесты могут быть сложные, эти квесты могут не работать, ну то есть игры не идеальны, да. И вы сталкиваетесь с какой-то проблемой, которую вы можете, не можете решить. Где-то триггер не сработал, где-то вы, например, по квесту из-за бага игры где-то перепрыгнули дальше, и у вас предыдущий квест не работает, и вы не можете пройти игру. И вот если у вас есть игровой опыт, ну а или, конечно же, опыт разработки игр, вы понимаете, как это все дело устроено, и вы начинаете копать, искать, то есть вы начинаете логически мыслить. То есть пытаться искать пути решения проблемы, всего лишь играя в игру, то есть вы еще и получаете от этого наслаждение. И это все, оно вам помогает потом в работе, если вы, например, разрабатываете RPG-игру, вы потом все эти свои навыки, логику будете использовать в своей работе. Ну и дальше, если мы говорим о стратегии, допустим, стратегиях, то это как расположены объекты с видом сверху, как они рендерятся. Например, там объекты-домики всякие, юниты, которые бегают на экране, вот камеры на них сверху смотрят, и как они отображаются, как от них там тень отбрасывается. Если это 2D-стратегия, типа как Age of Empires, например, я в нее довольно много играл, или старый StarCraft, или если это уже 3D-игра, как Company of Heroes или смежные. Вот, как это все дело устроено, вы тоже будете лучше все это понимать. Но также я не могу, конечно, не сказать, что стратегии, они развивают вот это вот параллельное мышление, когда вам нужно контролировать всю карту и держать в голове в своих регистрах постоянно информацию о каком-то юнити, который вы там отправили за секунду до какого-то действия. И вам нужно держать в трее информацию, куда он там идет, когда он дойдет, отчитывать какое-то время. То есть вот это все, оно, понимаете, оно все равно вам, это нейронные связи, оно развивает скорость реакции, логическое мышление, скорость параллельных каких-то там вычислений ваших. Вот, ну вы же, вы понимаете, вы же, допустим, если читаете книги или смотрите фильмы, ну по сути вы тоже наслаждаетесь. Вот также люди, когда наслаждаются играми, они тоже развивают в себе насмотренность. И вот, допустим, мне как аниматору, ну я в данный момент работаю аниматором, но до этого я работал практически во всех сферах 3D там и арт-сферы, рендеринг и текстуринг. И вот это мне очень сильно помогает в моей работе, потому что у меня, благодаря компьютерам игр, у меня очень большая насмотренность. То есть я могу примерно вот посмотреть на того персонажа, который мне надо сейчас анимировать, и из-за моей, моего там насмотренности, опыта игрового, я примерно уже знаю, как он там должен прыгнуть, куда он должен в какую позу перейти, стать, просто из-за моего игрового опыта. Так что если вы хотите работать в сфере 3D, полюбите игры, ну или там фильмы, например, тоже. Играйте и получайте удовольствие. Пока.